Заполярный холод в Красном факеле в Новосибирск приехала труппа Норильского театра драмы. Творческий коллектив рассказал о гастрольном репертуаре и о том, чем они готовы удивлять публику. Сергей Ребрий – заслуженный артист России, ведущий актер Норильского заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского. Уже завтра он выйдет на сцену в образе Геннадия Несчастливцева, актер и путешественника из пьесы «Островского лес». Конечно, страшно. Завтра будет страшно. Потому что люди новые, и они ни в чем не виноваты. Ну, покажите. Даже пусть провинция. Ну и что? Ну, надеюсь, что как-то познакомимся. В Новосибирск коллектив привез семь спектаклей. Комедии, сказки, трагедии. На первую постановку уже почти аншлаг. В свою очередь театр обещает подарить публике атмосферу праздника. Когда ты находишься на севере, и там полярная ночь, или что-то такое, метель метет, да, то у тебя как бы... Ты понимаешь, что радость в жизни – это очень важно для человека. Поэтому у нас разные спектакли есть, и серьезные, и вот, но все равно все пронизано юмором, ну, как бы желанием счастья, понимаете, любви. Потому что это важно. На севере любой сочный цвет или яркий оттенок на вес золота. Поэтому все декорации театр старается делать максимально красочными. Не забывая труппы и про эстетику севера, в Новосибирск привезли карликовые березы. Задача гастролей – познакомить местного зрителя с репертуаром самого северного театра в мире. Я бы сказал, домашний театр, потому что, ну, на самом деле, актеры и зрители друг друга очень хорошо знают, здороваются, очень часто друзья друг другу, гости ходят. То есть в этом отношении, конечно, Норильск, город намного меньше, и все теплее. Может быть, с одной стороны, сложнее играть, потому что ты играешь для человека, который может тебе помидором в тебя кинуть. Ну, я утрирую, конечно. Но с другой стороны, конечно, проще, потому что тебя примут любого. Гастроли в Новосибирске коллектив назвал средством от юльской жары. Тур расписан до 7 июля. Дарья Слепнёва, Сергей Жданов. Новости ОТС.